итак я стартовал с флешки на моем компьютере чтобы попасть в bios нужно было нажимать кнопочку del или escape и иду в загрузки вот у меня здесь установлен refined boot менеджер очень хороший ну пойдем вот прямо с флешки тдк и я поставлю вместо refined где у меня тут refined вот сюда ведь она встала на первое место я нажимаю клавишу f10 и пошла загрузка сплешки здесь значит на выбор значит я вот выбираю вот эту вот за май этого года сборочку нажимаю на клавишу enter и жду загрузки сплешки вот таким образом идет загрузка сплешки вот появилась менюшка и в этой менюшке значит что я сделаю ну закрою во первых это окошечко дальше ну подсоединюсь к сети кошечка сети вот здесь я выберу себе или вот это да без разницы какое ну давайте выберу это и заведу на свой пароль не нажму на соединиться вот получаю сообщение что соединение установлено ну первым делом мне нужно посмотреть на структуру дисков и выделить местечко куда же я буду ставить значит вот здесь значит поиски я наберу gpt gparted вот он сразу высветился могу его даже добавить на панельку запустим пароль здесь насколько помнится был root root вот давайте посмотрим что у меня имеется что мы имеем скажем так с гуси еще раз удостовериться что у нас таблица разделов gpt вот здесь все указано здесь у меня это диск на 476 гигабайт 76 гигабайт это диск скоростной solid state drive ssd у меня на нем установлена винда и установлен манджаро а есть еще второй большой диск hdd вот на этом большом диске у меня еще пока ничего не установлено и я думаю что вот кусочек где-нибудь под 100 гигабайт можно отщипнуть вот отсюда вот я нажимаю сюда ресайз то есть изменить размер диска и вот свободное пространство перед вот этим я поставлю сюда вот как раз поставлю что два 400 так 2 400 400 тогда это вот пространство соответственно уменьшится но мне как-то это уже без особой разницы и нажимаю я на ресайз пишут что это может занять определенное время ну что ж тут уж никуда не денешься придется подождать иногда придется даже и долго подождать ну подождем и так я откусил кусочек на 100 гигабайт теперь в этом кусочке мы создадим местечко для корневого раздела корневой раздел я сделаю на 30 гигабайт это будет выглядеть вот так добавим дальше сделаем у меня 16 гигабайт памяти но в принципе восьми хватает за глаза и за уши на большинство сарменных компьютеров умножим на 1024 8192 создадим разделчик на 8192 отметим его как linux swap остальное пространство там почти что 60 гигабайт разметим также формате extension 4 ну и галочку нажмем волшебную применить применить и вот он пускай себе все это дело применяет вот таким образом под корневой раздел я выделил 30 гигабайт формате extension 4 8 гигов дал под оперативку и 60 под домашний раздел теперь нажимаем на жесткий диск компьютера вот нажимаем на клавишу установки добавляем по желанию значит языки которые нужны вот я добавляю английский английский и добавлю русский язык на американский английский я выбираю нажимаем кнопочку окей ну и пойдем дальше корневой раздел у меня будет на 30 гигабайт домашний будет на 50 своп будет ну вот на 8 гигабайт я сделаю корень да ставлю таким нажмем yes посмотрим что тут будет происходить ну вот esp это меня уже устраивает идет все это дело на партицию sda 2 ну тоже устраивает так что пусть все как говорится копируется как я так так чтобы Частенько при установке бывает вот такая картинка Вот у меня, допустим, доходит до 93 градусов 93% И пишет копирование новой системы И молчит, хоть ты тресни Я обычно нажимаю на кнопочку Next Соглашаюсь с данным названием Здесь, значит, я выбираю Локализацию Так, где у меня тут русская локализация Вот, русская локализация Время выбираю 24-часовой формат И время я выбираю по Англии Это, значит, мне Европа надо искать Лондон Сейчас поищем Вот, Европа, Лондон Нажимаю на кнопочку Next Выбираю имя пользователя Я обычно выбираю имя пользователя User MX не дает делать пароли длиной один символ Поэтому минимальный пароль 2 Ставлю две денечки пароль Здесь тоже самое И вставлю автовход Вот теперь он делает сразу, видите, переходит к установщику групп И начинает продолжать установку А так, на 93% можно было бы ждать долго Честно говоря, сколько, даже не знаю Вот такая вот есть особенность при установке Звук Ну, осталось 2%. Это уж не столь долго. Немножко подождем. Ну вот, пишут, что у нас установка закончена. И нажимаем на кнопочку финиш. Компьютер начинает перезагружаться. Я держу руку на флешке. А если, как говорится, вот, вынимаю ее. Мы посмотрим, что у нас тут прилетит. Появляется меню загрузки, значит, флешки. Здесь, скажем так, нужно будет подождать, посмотреть, что там и как. Как там оно грузится и прочее. Ну, практически. Система у меня стартовала с жесткого диска. Я сейчас немножечко изменю настройки. Потому что я люблю делать вот такие вещи. Параметры панели. И здесь, значит, я делаю не боковую, а горизонтальную. Вот это мне, скажем так, как-то больше нравится. Затем вот этот значок я перемещаю вот сюда. А значок как раз выключения я перемещаю вот сюда. И значок времени тоже я перемещаю вот сюда. Вот, давайте еще раз проверимся. Откроем GPT. Вот здесь я печатаю. GP. Вот у нас GPT. GPT. И завожу, значит, у нас пароль здесь был 2 единички. Ставили мы систему на большой диск, на терабайтник. Вот его данные. Вот вид. Видно, что это раздел GPT. Замочки обозначают, что какие разделы подключены. Подключен раздел корневой и слоп. Хом, что-то я пока не вижу, но это потом уже все я поднастрою. Самое главное, значит, вот сейчас еще мы сеть настроим. Подсоединимся. И вот мы уже, как говорится, в сети. Легко все дело проверяется. Открывается броузер. Ну, вот, пожалуйста. Здесь, значит, мы можем там посмотреть, чего-то там. Узнать больше. Вкладочки работают. Ну, интернет подключен. Значит, вот таким образом производится установка MX18.3 на жесткий диск компьютера. Ну, а в следующем уроке мы уже займемся, скажем так, настройками MX18.3, ну, скажем так, под себя. Я покажу, какие я программы устанавливаю, которые мне нравятся и так далее. Итак, до следующего урока.